МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Первые минуты на Самарской земле в областную столицу привезли памятник знаменитому режиссеру Ильдару Рязанову. Сегодня после ремонта открылся сад музея Клотта. В числе новых экспонатов колодезный люк Самарской правительственной телефонной сети. Самарские предприятия примут участие в строительстве железнодорожной трассы на полуострове Ямал. Соглашение о сотрудничестве подписали глава Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Ямала-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Аллея памяти появилась в сквере у госпиталя ветеранов-воин. Теперь там растут кедры. Все звезды в гости к нам. В Самаре знаменитые спортсмены провели мастер-классы школьников, которые только делают первые шаги в спорте. Первые часы на Волжской земле. В Самару из Италии доставили памятник Ильдару Рязанову. Оператору телеканала «Самара ГИС» первому удалось снять монумент. Инициатором создания памятника кинорежиссеру в Самаре стал фонд популяризации творчества Ильдара Рязанова, который возглавляет его вдова Эмма Абайдулина. Идею поддержал глава Самара Олег Фурсов, автор композиции, скульптор Важами Каберидзе, известный как создатель памятника другому знаменитому кинорежиссеру Сергею Пераджанову в Тбилиси. Это первый в России памятник Ильдару Рязанову. Согласно авторскому замыслу, кинорежиссер изображен сидящим в непринужденной позе. 27 октября монумент установят в сквере возле дома на улице Фрунзе 120, в котором он родился, а в годы Великой Отечественной войны и жил. Сегодня в этом здании создается музей Ильдара Рязанова. Открытие запланировано на декабрь. Постамент будет выполнен из гранита. Он тоже будет. Он напоминает где-то лавочку, такую же, на которой будут сидеть люди, его зрители. Когда люди будут посещать музей, знакомиться с экспонатами, выходить на улицу, и здесь будет как бы продолжение тематики этого музея по художественной направленности, где будет их уже встречать Ильдар Александрович в такой свободной, непринужденной обстановке. В саду музея Клотта одной достопримечательностью стало больше. Там появился уникальный колодезный люк самарской правительственной телефонной сети, изготовленной в начале 20 века. Как преобразился сад после ремонта, расскажет Лариса Шалафаст. Крупная надпись «Телефонная сеть 1915» еще отчетливо читается на старом люке. Раньше он находился на Хлебной площади. За сотню лет по нему прошло много поколений самарцев. По инициативе самарского журналиста Армена Арутюнова частичку истории старого города было решено сохранить и переместить на территорию сада усадьбы Клотта. Люк, он ценен и как исторический артефакт, и как антикварная вещь, которая, в общем-то, есть опасность его утраты из-за этого. Ну и вообще из таких, в общем-то, маленьких исторических артефактов, деталей, в общем-то, складывается ткань старого города. Он здесь обрел свою вторую родину, и я надеюсь, что здесь он еще не менее 100 лет дальше пролежит, а может и больше. Дай бог, чтобы горожане смотрели на него, вспоминали нашу историю, и помнили о том, как начиналась цивилизация в Самаре. Этот уникальный люк – не единственное новшество в саду детской картинной галереи. В этом году здесь провели ремонт. Асфальтовое покрытие заменили на плитку. На самом деле, хотелось сделать здесь, чтобы все соответствовало этому особняку, этому саду, который здесь есть. На самом деле, мы получили изумительный двор. То есть, мы его таким даже себе не представляли. Вот это инициатива городской администрации. Теперь в планах руководства галереи отремонтировать здание, которое недавно перешло в ведение учреждения, и разместить там интерактивный выставочный зал. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Работу сельскохозяйственных ярмарок в Самаре могут продлить на две недели. Жители должны быть обеспечены продуктами хорошего качества и по ценам ниже рыночных. Такое поручение дал глава города на еженедельном совещании. Так будут разработаны программы взаимодействия с сетевыми продуктовыми компаниями. А также продолжится работа сезонных торговых точек во всех районах города. Подробнее Оресик Орецкая. Продуктовых магазинов в Самаре сейчас даже больше, чем нужно. На 20%, если считать по нормативам. По городу работает 5,5 тысяч торговых точек. В продуктах недостатка нет. Другой вопрос, по каким ценам они продаются. После увеличения стоимости топлива в июле подорожали и некоторые товары. В среднем на 1,7%. Правда, на сезонные овощи и фрукты цены наоборот снизились. Влияние на динамику цены на продукты питания оказывает фактор сезонности. Удешевление овощей в первую очередь связано с поступлением в торговую сеть овощей, ягод и фруктов нового урожая по более низким ценам. Существенного роста цен на отдельные продукты питания за текущий период не отмечено. Продукты хорошего качества и по сниженным ценам можно найти на сельскохозяйственных ярмарках. Они работают до 1 ноября. В Самаре почти два десятка ярмарок во всех районах. Там торгуют аграрии со всей области, а также из соседних регионов. С начала сезона на ярмарках побывали более 100 тысяч человек. Самые востребованные по согласованию с жителями продлят еще на две недели. Обязательно надо идти на встречу, оценить, сколько людей готовы торговать, какой интерес у людей, у граждан, потому что все-таки существенная разница в цене, и это хорошее подспорье для наших горожан. В ярмарке работают, что есть возможность по более дешевым ценам купить качественную продукцию. Это важно. Также во всех районах работают сезонные точки продаж, где продукты можно купить по ценам ниже рыночных. Кроме того, на совещании поручили разработать с представителями сетевых компаний совместную программу скидок и специальных предложений. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, События. Нет рекламы вне закона. В Самаре продолжается работа по сносу нелегальных рекламных конструкций. Демонтируют щиты не только на муниципальных землях, но и те, которые спрятались за забором на частных территориях. Свидетелем такой работы стала и наша съемочная группа. Пройди отсюда. Понял, нет, за ленточку отошел, стоишь. Я говорю, огонь убери, а дай не подходи. Собственник рекламных щитов тщетно пытается помешать сносу. Но подрядчик продолжает свою работу. У него есть разрешение и контракт. Хозяин щита и сам мог его демонтировать, не дожидаясь помощи городской администрации. На это у него был месяц. Но бизнесмен уже год игнорирует все предписания. А потому за дело взялась железная рука. Расходы на демонтаж, а также штраф потом взыщут с владельца земли. Только за один день с частных территорий снесли пять рекламных щитов. После сноса у конструкции одна дорога на склад хранения. Там щиты ожидают своих владельцев, которые за каждую рекламу обязаны заплатить штраф в 500 тысяч рублей. Если собственник данных рекламных конструкций найдется, есть вероятность, что он заплатит огромные штрафы. Если нет, то данные конструкции через месяц подрядчик утилизирует на базе. Напомним, борьба с нелегальной рекламой в Самаре сейчас вышла на новый уровень. В зоне повышенного внимания городских властей теперь и частные владения. Для проведения демонтажных работ на частных территориях заключаются муниципальные контракты. Щиты убирают не только в центре, но и на окраинах. Пять незаконных конструкций демонтировали с улиц Куйбышевского района в конце минувшей недели. Всего же в городе снесли уже 190 щитов. С использованием спецтехники утилизировано 110 конструкций. И еще одна партия подготовлена к утилизации. В департаменте городского хозяйства заверяют, что после Нового года в Самаре останутся только легальные рекламные щиты. Марьяна Мирная, Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События. Не письма счастья, а деловые отправления. Самарцев приглашает на почту налоговая служба. Зачем, расскажет Олеся Корецкая в нашей экономической рубрике. Здравствуйте. Нефть набирает в цене. За баррель марки «Брэн» дают 57 долларов 77 центов. Курс валют. Доллар стоит 57 рублей 47 копеек. Евро 67 рублей 55 копеек. Золото стоит 2367 рублей. Серебро 31 рубль 51 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 60 копеек. Дороже всего продать за 57 рублей 40 копеек. Россияне стали чаще использовать лимиты на кредитных картах. Эксперты полагают, что это повысит потребительский спрос и хорошо повлияет на экономику. Причем пик развития ожидается меньше, чем через 4 года. Рост ВВП специалисты Российской Академии Наук обещают больше, чем на 3%, а к 2025 году аж на 5%. Правда, другие эксперты с этим не согласны. Полагают, что для этого нужны реформы и восстановление цен на нефть не ниже 100 долларов. От самарцев налоговая служба приглашает на почту или на портал госуслуги получить уведомление об имущественном налоге. Его нужно заплатить до 1 декабря. На этом все. И пусть дела идут в гору. Далее коротко о других событиях дня. В Татарстане произошло ДТП с автобусом из Самарской области. Он следовал из села Ташла в город Сарапу, Лудмуртия. Авария случилась 21 октября около 11 часов вечера. Водитель автобуса не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и улетел во враг. В салоне находилось примерно три десятка человек. По данным полицейских, пострадал водитель автобуса и шестеро пассажиров. Их отвезли в больницу города Чистополя. По сообщению силовиков, пострадавшие отделались ушибами. Жертв нет. Легковушка сбила коляску с ребенком. В Самаре ДТП произошло в воскресенье 22 октября на улице Солнечной. По данным ГИБДД, 65-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал в сторону шестой просеки. Машина сбила мужчину с детской коляской, который переходил дорогу по зебре. Годовалый малыш получил травмы. Ребенку оказали медицинскую помощь и отец забрал его домой. Проводится проверка. Две тысячи миротворцев провели в Самарской области учения. Так военнослужащие проверили, чему они научились летом. Задач было немало. Это и приведение высшей степени боевой готовности, оперативные перемещения в назначенные районы, и принуждение к миру конфликтующих сторон, и охрана обороны важных административных и промышленных объектов и другие. Кроме того, военнослужащие сдали нормативы по строевой, военно-медицинской и физической подготовкам, вождению боевых машин. Мошенники из Самары обворовали российские магазины на 500 тысяч рублей. Серии краж подозревают двух жителей Красноярского района. К полицейским обратились жительницы Томска и Новокузнецка. Женщины работают в торговых павильонах. В разгар рабочего дня им позвонил неизвестный, представился директором и спросил, сколько денег сейчас лежит в кассе. Узнав, что выручка составила 50 тысяч рублей, лыжа-управленец потребовал перевести деньги на телефон. Таким образом, мошенники украли почти полмиллиона рублей. В их квартире нашли несколько телефонов, 30 сим-карт и банковские карты. Один из преступников попытался сбежать, но его задержали стражи порядка. Самарцы смогут пройти бесплатную экспресс-диагностику на риск инсульта. Акции, направленные на профилактику этого заболевания, пройдет во вторник, 24 октября, в Самарской областной клинической больнице имени Середавина. Начало в 9 часов. В холле главного корпуса все желающие смогут пройти экспресс-диагностику на риск возникновения инсульта, определить уровень глюкозы в капиллярной крови, измерить артериальные давления, определить индекс массы тела, получить индивидуальные рекомендации по предотвращению и профилактике инсульта. Правительство Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией «Новотек». Подписи в документе поставили в Рио губернатора Дмитрий Азаров и руководителя энергетической компании Леонид Михельсон. Речь идет о популяризации волейбола, как профессионального, так и массового. Кроме того, в рамках соглашения обговаривается поддержка волейбольной команды «Ново» и развитие детско-юношеского волейбола на базе профессиональной команды. Самарские предприятия примут участие в создании северного широтного хода. Это железнодорожная трасса, которая строится на Ямале в рамках проекта «Энергия Арктики» и в итоге откроет ворота северного морского пути всей стране. Соглашение о сотрудничестве подписали руководители двух регионов. Глава Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Ямала-Ненинского автономного округа Дмитрий Кобылкин. На церемонии присутствовал министр транспорта России Максим Соколов. Изделия самарских заводов нужны для развития малой авиации в Заполярье. Кроме того, документ предусматривает межрегиональные взаимодействия в сфере высшего образования, науки, медицины, культуры и спорта. Регионы готовы обмениваться и продукцией сельского хозяйства. Ямал может поставлять на самарский рынок экологически чистую оленину, а самарские аграрии – овощи и хлеб. Кроме того, стороны заинтересованы в изучении успешных региональных законов и муниципальных практик. Для меня лично крайне важно, что буквально в самом начале моей деятельности в Самарскую область приехал мой коллега, мой товарищ, с которым мы давно знакомы. Один из самых успешных и результативных губернаторов на территории Российской Федерации. Успехи региона и успехи губернатора подчеркиваются различными рейтингами, в том числе рейтингом инвестиционной привлекательности, рейтингом по развитию важнейших показателей социально-экономического развития. И нам точно есть чему поучиться. Мы ожидаем, что от этого соглашения самарский регион возьмет много очень хорошего, уже результативного, подтвержденного временем опыта. Президент говорит, что неважно, где человек живет, на юге нашей страны, в средней полосе и на севере, мы все сегодня должны обеспечить людей достойной заработной платы, рабочими местами и увеличить благосостояние жителей нашей страны. Поэтому нам есть чему поучиться друг у друга и обменяться. Я очень рад, что сегодня имею такое возможность приехать в Самарскую область, встретиться с губернатором. Хочу поздавить и пожелать успехов. Я уверен, что у вас будет все хорошо. Спасибо. Духовные ценности ислама как источник мира и согласия. Как в наши дни противостоять угрозам радикальных религиозных течений, говорили в Самаре на шестом съезде регионального духовного управления мусульман. Детали расскажет Олег Зверев. Первое приветствие, которое, согласно исламу, произнес человек на земле, салам, то есть мир, к этому же призывали все пророки. Традиционное религиозное учение ничего общего не имеет с радикальными течениями. О том, как сегодня противостоять международному экстремизму, говорили на съезде регионального духовного управления мусульманцам Омарской области. Его работу возглавил верховный муфти России Талгат Таджуддин. В нынешних условиях необходимо прежде всего усилить просветительскую работу, в первую очередь среди молодежи. Сколько санкций, сколько обвинений против нашей стороны. Но, альхамду лилля, у нас есть такой президент Владимир Владимирович Путин, из-за которого нам завидуют и поэтому вводят эти санкции. Достойный и мужественный президент. И государство уделяет духовно-нравственному возрождению огромное внимание. И поэтому и имамы, и батюшки должны быть готовы, чтобы эти уроки нравственности в школах преподавать. Верующие люди должны знать об истинных ценностях ислама, мире, добре, справедливости. В этом мусульманское священство солидарно с представителями власти и общественности. Приветствие участникам съезда направил глава региона Дмитрий Азаров. По словам главного федерального инспектора Сергея Чабана, в Самарской области 160 национальностей, между которыми никогда не было конфликтов. Глава Самары Олег Фурсов отметил вклад, который внесли мусульмане в развитие города. Среди них выдающиеся ученые, конструкторы, строители, спортсмены. А в годы Великой Отечественной войны многие верующие были удостоены звания Героя Советского Союза. На протяжении многих столетий в Самаре жили, живут и работают в разных национальностях и разных религиях. И мы горды тем, что благодаря нашим совместным усилиям, усилиям властей, усилиям общественности, усилиям конфессии, в нашем городе никогда не было каких-то межконфессиональных, межнациональных проблем. Мы этим горды, счастливы и бережно поддерживаем эти добрые и добрососедские отношения. А чтобы сохранить межконфессиональные согласия, по мнению участников съезда, необходимо не только рассказывать о религиозных правилах, но и преподавать нравственные основы, чтобы каждый человек в результате такой работы становился настоящим патриотом своей страны. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Аллея памяти появилась на территории госпиталя ветеранов войн. Теперь здесь растут кедры. Их посадили в рамках всероссийских акций «Дерево победы» и «Лес победы», к которым присоединилась и Самара. Жители, общественники, студенты и ветераны работали под музыку и песни. Репортаж Алины Чемерес. И бойцов надо не пограничить, подкатешь и передай крылью. Под песни и дерево лучше приживется, шутит Федор Алексеевич Глухих. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 18. Участник легендарного парада 7 ноября в 41 году шагал по Красной площади. В ходе боев освобождал Белоруссию, города Калужской и Брянской областей. Войну закончил на Западной Украине. Делится тогда, в 45-м, даже и не подозревал, что День Победы станет поистине народным праздником. Сегодня Федор Алексеевич в память о боевых товарищах сажает деревья на территории госпиталя ветеранов войн. Мы хотим, чтобы госпиталь был красивый, зеленый, чтобы больные быстро выздоравливали. Мы хотим, чтобы наша сама была зеленой, красивой, чтобы все ей восхищались. Деревья в память о погибших на войне в регионе сажают уже третий год. Ветеранам помогают общественники и студенты. Последним теперь предстоит ухаживать за Аллеей Победы. Сразу захотел сюда приехать. Мне интересно общаться с ветеранами, принять их опыт, услышать историю из их уст, как это было. Ну и, конечно, помочь им, всем, чем я могу. Двухлетние саженцы кедров предоставили лесники, всего около 30 штук. Также на территории военного госпиталя будут расти розы и ели. Поместив в землю, молодые кедры перевязывают георгиевской ленточкой. По словам экспертов, дерево спокойно перенесет зиму. Это шикарный просто материал посадочный, потому что кедры, они хоть и долго растут, но у них очень красивый серебристый ствол, у них шикарная крона и огромное количество фитонцидов, которые, конечно, очень полезны для здоровья ветеранов, которые здесь будут гулять по тропинкам и дышать вот этим как раз хвойным, полезным для здоровья воздухом. Высаживать памятные аллеи в Самаре начали по поручению главы города Олега Фурсова. По дереву в честь каждого погибшего на войне. Липы, березы, рябины, каштаны – акция проходит по всей Самаре. Каждый раз в ней участвуют жители. За три года в городе высадили более полутора тысяч именных деревьев. В 2015 году у нас были высажены деревья в школах на территории городского Самара. Они были именные, посвященные героям Советского Союза, ветеранам, участникам Великой Отечественной войны. В этом году акция продолжается. Она проходит на территории всех районов. Всего планируется высадить порядка 900 деревьев. Сегодня аллея Победы появилась и в Кировском районе. Около школы-интерната номер 117 теперь растут липы. Деревья сажают также в самарских дворах, парках и скверах. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. Мастер-классы от профессионалов. В Самаре прошел Всероссийский форум «Надежда нации». Речь шла и о детском спорте. Ребята, которые только делают первые шаги в спортзалах, на катках и на татами, встретились с именитыми спортсменами и узнали, что приводят на пьедестал. Сотни спортсменов со всей страны. Действующие и будущие чемпионы мира. Почетный гость – всемирно известная фигуристка Ирина Роднина. Она представляет федеральный проект «Детский спорт». Благодаря ему за три года обновили 3,5 тысячи спортзалов. Возродили соревнования на уровне двора. Но главная его цель – приобщить ребят к физкультуре с раннего возраста. Не ради наград и достижений, а для укрепления здоровья. Для детей очень важен личный пример, считает великая спортсменка. Всегда для детей очень важен кумир. Есть на кого равняться и побывать на занятиях, на открытых уроках, которые проводятся. Это тоже дополнительный стимул. Но если он смог, может быть и я смогу. На Всероссийском форуме «Надежда нации» прозвучали такие проекты, как «Герои с нашего двора» и «Ярзарядка», созвучная с городом Ярославль. Это такая утренняя гимнастика, только городского уровня. В Самаре тоже может появиться нечто подобное – «Самарзарядка». Школьный спорт – это прежде всего массовый спорт. А когда уже кто-то начинает показывать результаты, это уже дальше надо, конечно, уходить в специализированные учебные заведения. А в школе мы должны создать современные достойные условия для развития детей. Важную роль в жизни школьника играют не только родители, но и тренер. Он вдохновляет, помогает улучшить результаты. Это такой спортивный папа, который переживает, как за собственного ребенка. Чтобы занятия в физкультуре приносили удовольствие, нужен азарт. Уверен тренер Андрей Сербин. Направленность, конечно, в основном футбол, но не забываем баскетбол, волейбол. Веселые старты, как правило, детям маленького возраста они больше нравятся. Потому что азарты. Некоторые соревнования проводим семейные. Ну, скажем так, в рамках «Мама, папа, я» – здоровая семья. Лучших тренеров и их воспитанников наградили дипломами. В будущем планируется, чтобы в каждой школе был свой спортивный клуб. Со своим именем, эмблемой и девизом. А может, даже гербом. Даниил Лучко, Василий Калдашов. События. Самарские болельщики остались без главного российского теннисного трофея. Тольяттинская спортсменка Дарья Касаткина проиграла Кубок Кремля. Какие еще интересные спортивные события произошли на выходных, знает наш спортивный обозреватель Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Дарья Касаткина проиграла Кубок Кремля. Баскетболисты Самары не знают поражений в Суперлиге. Крылья Советов пролетают в ФНЛ. Второе поражение в последних трех матчах. Крылья Советов теряют высоту в ФНЛ. Команда пока на втором месте, однако с каждой игрой не добирает очки в турнирной таблице. В то же время конкуренты не дремлют. Лидер «Красноярский Енисей» оторвался уже на 9 очков. От Оренбурга крылья отделяют 2. Еще одна такая неудача в первенстве страны, и Совет опустится на третье место. Хотя в матче с «Краснодарской Кубанью» ничего не предвещало беды. Крылья первыми открыли счет. Головой забил во втором тайме Денис Ткачук. Краснодарцы вырвали победу через 11 минут после пропущенного мяча. 2-1. Следующий матч у «Самарцев» Кубковой. В среду, 25 октября, в Казани, они встречаются с Рубином. Баскетболисты «Самары» продолжают показывать почти стопроцентный результат в Суперлиге. 5 побед в 6 матчах. На этот раз в МТЛ-арене сдался купол «Родники». До середины второго периода игра проходила ровно. Преимуществом в счете владела то одна, то другая команды. Но к большому перерыву «Самару» сумел вырваться вперед на 12 очков. 45-33. А за 6 минут до финальной сирены и вовсе сломило сопротивление соперника. 73-54. Итоговый счет – 77-60. И команда занимает второе место в таблице регулярного чемпионата страны. На первом – темп из Ревды, Свердловская область. В среду на родном паркете «Самара» принимает фарм-клуб ЦСКА. Самарские любители тенниса остались без Кубка Кремля. Тольяттинская спортсменка Дарья Касаткина в женском финале проиграла немки Юлии Гергес. Матч получился коротким. Теннисистке из Германии потребовался час с небольшим, чтобы завоевать российский трофей. Она легко победила в двух сетах – 6-1, 6-2. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин